тут такие дела что у нашего романа великого пришло время менять колодки и болт у него сорвался и он его высверлил он поставил стяжку пластиковую делаем ставки на то сколько она проживет сегодня мы едем короче 80 километров да и я думаю что они выдержат ну и чё посмотрим как у нас получится правильно сегодня я забыл стабилизатор ребят огромная лужа в которую мы хотим заезжать в принципе преодоле на вот такая огромная лужа ребята мы сегодня на расслабоне ездим вообще не напрягаемся мы приехали оттуда вот с высока приехали мы вот сюда непонятно куда поедем сейчас под трассу и туда куда автобус поехал сегодня у нас планов где-то 80 километров наконец-то я хочу научиться ездить удовольствием не погнать и не смотреть по сторонам вот если что крепление для стабилизатора я сегодня забыл а сам стаб я взял вот как же страшно и как же прохладно да как же прохладно ребят с 3 дома заброшены ребят смотрите чему нашли заброшенный пассажирский вагон вот это подарок судьбы и как гласит надпись с него дима алалка уху-ху ребятки это конечно epic тут печка стоит смотрите печка ребят вот за что я люблю неспешные такие поездки вот за это я их люблю давно не ощущал себя в вагоне конечно ощущения такие хорошие интересное отверстие не правда ли ребят блин слушай офигенный вид вообще тут посмотришь вот так вот и реально блин это круто ребят и бак для смыва огромный да то происходит здорово мужик так что гнать никуда на велосипеде не надо и успеет от удовольствия правильно шоссе брат здорово поля узкие дороги еще раз поля еще раз узкие дороги и поля ну в принципе ух ты ух ты ух ты ничего себе орлик ребята у нас такие дела что сейчас у нас идут одни дороги а потом половина пути у нас будет один песок и проселочные дороги сзади машина прижимаясь вперед ладно перед этим не забыть съездить магазин мы сейчас поменялись местами я понял что ехать за кем-то это нереально круто не знаю почему но ощущениями на такие сейчас обнаружилась такая вещь что когда я стартую запись то превьюшка на камере замирает ну типа залагивает и картинка не шевелится я надеюсь это лак просто дисплея и все это время мы действительно снимали то что мы видим а не тупо лак камеры как это было в начале велопарковку магнитов деревни вы блять представляете это нет вообще у нас в россии происходит мы починить короче полчасика минут 20 целая значит кашу гречнев с говядиной смачного вот купил и сырки вот такие 5 рублей да по скидке еще купил короче кашу перловую тоже с говядиной мясной двор да понятно да вот короче здесь у нас 340 грамм здесь у нас 525 разогреем ребята вам нравится качаться самое вместе я думаю вам это действительно нравится сам я вырву ну я прям в шоке ты в шоке я в шоке нам короче когда-то в ту сторону же надо да короче ребята заблудились мы немного кончился у нас маршрут на страве на страве карты тропы ты не показывают что нам надо считай город то у нас замкнутый тупик и мы теперь хрен знает куда ехать ну что будем как-нибудь выбираться ориентир у нас сейчас озеро который находится в той стороне по идее как оно будет на самом деле посмотрим сочный ветерок такой сильный ветер что велосипед сбывает то есть прям вот так кидает в сторону на то оно и поле ветер конечно ребята какой-то такой нереальный вы прям наверное это слышите но и вида у нас тоже ничего и дорожка нам помогает спуск пошел ну конечно на каждый спуск есть свой подъем но пока отдыхаем хорошая мысля должна приходить я после ребят своевременно следите за маршрутом иначе уедете вообще непонятно куда вот ребят что и следовало ожидать с маршрута мы уехали приехали бы мы непонятно куда поэтому поэтому мы едем в лес скажу вам что пахнет сосной знаете когда заходите в плюс 30 сосновый лес пахнет такой мыльный прям прям мыльный сосной и этот этот запах сейчас у меня в носу стоит на самом деле я не люблю потому что ну кто любит находиться в сосновом песчаном лесу плюс 30 до вас пуск такой нехилый главное не улететь в розе красиво да да ездить по такому не очень удобно еще одно подтверждение что нужен хороший телефон с джипсом хорошим просто хороший джипс потому что если бы сейчас поехали туда мы бы свернули раны уперлись бы топов трассу а нам это не нужно поэтому поедем вот по этой дороге на самом деле не видно на уходит она вот в ту сторону и выйдем по идее мы к ракетному мы выйдем к заводу ракетных двигателей вот в эту сторону увидим у нас короче ребят дилемма сейчас мы думаем что разогревать кашу перловую или гречневую рома думает что гречневую я его наверное подержу можете написать ребят чтобы вы разогрели в первую очередь перловку или гречку мы застали о слушай она упала недавно такой жар дикий потушить нам конечно же нечем это все тут конечно можно банки было разыгреть мы это делать не будем пока вот скучный лес непонятно куда нас ведет непонятно куда мы выйдем карту в принципе мы смотрели и как бы эта дорога нас ведет туда куда нам нужно но на деле мы посмотрим экспортер украина-донецкая область ребят давайте же начнем пир вот газ вот огонь и понеслась она горячая я решил в общем и открыть до конца и размешать ох интересно мне что там внутри